Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Устраивает ли вас качество оказываемых медицинских услуг? С какими проблемами вы сталкиваетесь чаще всего? И главное, что можно и нужно изменить в системе здравоохранения в лучшую сторону. Об этом мы поговорим и в нашей студии делегат форума ОНФ по вопросам здравоохранения врач Олег Сабанцев. Ваших вопросов и предложений мы ждем по телефону 202-11-22. Звоните. Здравствуйте, Олег Валентинович. Здравствуйте. Вы стали участником форума ОНФ, который проходил на днях в Москве. Скажите, пожалуйста, какие впечатления у вас остались после него уже? По возвращении вы, наверное, проанализировали и подумали. Ну, в первую очередь на форуме обозначились проблемы. Которые нужно решать в здравоохранении. То есть, по сути дела, это была первая такая встреча на уровне главы государства, когда президент лично озаботился проблемами, существующими в здравоохранении. И на форуме разбиралось множество проблем. Проблемы, в общем-то, сходные для многих регионов. И пути решения для этих проблем должны быть выработаны в будущем уже на форуме. Пути решения проблем пока озвучено не было. Озвучены только проблемы, получается, да? Получается, озвучены проблемы, но уже хотя бы обозначение данных проблем дает повод задуматься о том, что нужно делать. И могу сказать, что в Самаре уже была создана, точнее создается рабочая группа после проведенного круглого стола по итогам форума. Я думаю, эта группа уже будет принимать какие-то решения и, соответственно, регламентирует свою деятельность и с федеральным центром, и с федеральным национальным фондом по здравоохранению. То есть, я думаю, что проблемы должны сдвинуться с мертвой точки. Да, если посмотреть сегодня интернет, кстати, очень много идет в нынешнее время обсуждения итогов форума в губерниях, в областях, в различных. Все обсуждают эти итоги. Наверное, действительно, присутствие президента, первого лица государства, какой-то статус поставило довольно высокий, и это не останется. Бывает такое, что выпустили пары, обозначили, поговорили, вот какие проблемы и так далее. Вот на это хочется надеяться. Там было несколько секций тематических на форуме. Вы в какое-то принимали участие? Я принимал участие, наверное, в самой главной секции – это экономика, управление здравоохранением, потому что именно от этого и зависит деятельность всей системы, деятельность любого учреждения и так далее. А все остальные – там лекарственное обеспечение, там по детству была секция, вопрос контроля качества. А в доступности еще секции? Ну, доступность и качество. Они, как бы, несмотря на их очевидную значимость для населения, они, так сказать, все равно второстепенны, потому что если проблемы, я сейчас поясню, если не будет решена системная проблема, то эти проблемы не так останутся проблемами. Если решить проблемы именно системно, то тогда эти проблемы будут решаться тоже. А экономика, получается, ключевое слово в решении проблем, да? Экономика – ключевое слово вообще в жизнедеятельности людей, если уж на то говорить. То есть мы для того, чтобы что-то делать, должна возникнуть потребность, и мы должны встать с дивана и пойти что-то сделать, чтобы что-то приобрести. Иначе мы делать ничего не будем. Да, вот еще одна проблема связана с экономикой, как раз то, что мы сейчас живем в такое время, что медицина разделилась на платную и бесплатную, да, и разобраться с этим, где платно, где бесплатно, становится все сложнее. Потому что приходишь, кажется, в бесплатное учреждение государственное, и тут тебе, пожалуйста, какие-то платные услуги нужно платить за что-то. Ну, пожалуй, это вот… Здесь вот какие, где плюсы, где минусы? Здесь, пожалуй, самая главная болевая точка существующей системы здравоохранения. Ну, и раз пошел такой разговор, немножко я вдвлекусь от вопроса, потом вернемся. Почему? Потому что, на мой взгляд, вот на этом форуме, не совсем правильно я сказал, что никаких задач не было поставлено, решено, был определен вектор развития здравоохранения. Многие, особенно, так сказать, выходцы из государственного здравоохранения, говорили о том, что дайте нам денег, тогда все будет. Если мы говорим, опять же, об экономике, денег никогда, много не бывает. Сколько денег в здравоохранении не вбухивай, будет все равно мало. И даже Леонид Рошаль, такая величина, наставил на том, что в здравоохранении нужно просто дать денег. На самом деле вопрос нужно решать системно. И президентам, президент даже сказал, что на здравоохранение в следующем году, в 2016 году, будет денег выделено меньше, чем в 2015 году. Была попытка вернуть то здравоохранение, которое было в советской системе здравоохранения. Как вы к этому относитесь, кстати? Вот, как раз вот в этом-то и заложен краеугольный камень. Все проблемы, потому что мы сейчас живем в условиях рыночной экономики, и именно система здравоохранения, основанная на командно-административных методах, и которая очень хорошо работала и была признана лучшей в мире модель Симашка, она в этой системе не работает. И попытки вернуть ее на прежние руслы потерпят неудачи. И мы сейчас вот как раз и пожинаем плоды вот этой системы. И если мы возвращаемся опять же к платным услугам, все говорят о недостаточном финансировании. И этим покрывается то, что у нас в государственных учреждениях медицинскую помощь можно получить только за деньги. Причем идет, как правило, двойная плата. То есть пациент платит и по полису, и еще из личного кармана. То есть двойная выгода для тех учреждений, которые оказывают эти платные услуги. Причем у руководителя учреждения создается желание искусственно сделать очереди в поликлиниках по оказанию бесплатных медицинских услуг. На том же самом оборудовании, теми же самыми специалистами за то же самое время оказывать услуги платно. Да, ну вот это действительно несправедливо. Вот сейчас вы все разложили, и на самом деле становится все понятно, что несоответствие нормам. Если бесплатно, то бесплатно, да? И вот на мой взгляд, ну, во-первых, еще было сказано о том, что необходимо обязательно расписать, что входит в систему госгарантий, а что не входит, чтобы это была информация не просто где-то там, а чтобы была доступна, чтобы человек мог любой, заказав какую-то услугу где-то, пускай в интернете или еще и так далее, смог увидеть, что эта помощь ему положена бесплатно, по полису и так далее. На мой взгляд, решение, вот основная точка отправления для решения проблемы заключается в том, что необходимо создать конкуренцию здравоохранения. Это нормальный рыночный механизм, и через конкуренцию, в общем-то, когда во главу угла будет поставлено не учреждение, не страховая организация, как сейчас, которая является главным бенефициаром и получает деньги финансирования, а именно пациент, и, ну, главное, что на полисе у пациента должна быть определенная какая-то сумма деньги, и он со своим полисом не из своего кармана, а по полису ОМС оплачивает услуги, независимо от какой формы собственности это учреждение. Понятно. Частные, государственные и так далее. И, в принципе, Самара является одним из таких регионов, где, в общем-то, достаточно много государственных, вернее, частных компаний занимается оказанием медицинских слуг по полисам ОМС. Но вот в первичном звене таких организаций нет, потому что одно дело создать какую-то высокотехнологичную структуру, как, например, сейчас кардиоцентр строится на частные деньги частным инвесторам, а вот когда речь идет о рознице, о частном, здесь вот систему такую создать очень тяжело и сложно, и не каждый за это бизнесмен, инвестор сможет взяться. А то, что сегодня в частных клиниках, вы говорите, недостаток конкуренции, но вот частные платные клиники, они же между собой конкурируют, это никак на общую картину здравоохранения не влияет, получается? Частные клиники по своему объему занимают небольшую часть. Это во-первых. А во-вторых, вот частные клиники на первичном секторе работают или очень незначительно на первичном приеме, или какую-то толику занимают. Мы же говорим о том, чтобы в эту систему частные клиники тоже внедрились и оказывали, не государственные клиники оказывали бы платные медицинские услуги, а частные клиники бы оказывали помощь по полюсамообязательного медицинского страхования бесплатно для пациента. Да, но это нужен закон для того, чтобы это было по закону. В принципе, законы эти есть, тут проблема, ну, конечно, в тарифах финансированиях тоже лежит, но главная проблема, мне кажется, в организационном моменте, потому что те частные клиники, которые работают в системе МС, за ними установлен такой избыточный контроль, который государственным клиникам не снился. И десять раз подумаешь, заниматься тебе этим или нет. А на самом деле должен заниматься не контролер, за которым еще один контролер, а потом еще один контролер и последний контролер, президент. А рынок должен сам на свои места все расставить за счет конкуренции. Вот мы говорим о том, что существуют очереди в государственных учреждениях, очень большие в поликлиниках, в больницах и так далее. Вот если решать эту проблему, действительно разгрузить эту очередь, передать полномочия на хороших условиях, реальных, частным клиникам по обслуживанию, по ОМС, по каким-то там анализам, диагностикам и так далее. Вот вы это предлагаете. И тогда проблема очередности, собственно, одна из самых главных. Бизнес тогда просто ринется оказывать эти услуги и создаст реальную конкуренцию. И всем будет, собственно говоря, выгодно. Причем вот мы говорим о том, что не хватает тарифов, да, вот в государственной клинике жалуются, вот как мы на круглом столе, один из главных врачей сказал о том, что ну как, если вот мы на услугу тратим столько-то затраты, да, а по полюсу ОМС нам возмещают совершенно гораздо меньшую часть. Но ведь если подумать, да, о себестоимости услуги какой-то, да, то этот параметр надо рассчитывать не на единицу услуги, а еще на количество услуги. Если, извините меня, на серьезном оборудовании квалифицированные врачи рук, золотые руки, работает и выполняет одну операцию в день, тогда как на Западе врач такой же, в квалификации такой же специальности выполняет 10 таких операций, вот вам, пожалуйста, разница в стоимости услуги. Да. То есть в случае, когда одна услуга, надо умножать сразу на 10, на порядок. Вот и все, тут экономисты могут все это реально просчитать. И я думаю, те тарифы, причем мы же говорим о том, что у нас в Самарской области достаточно много клиник работают, частных в системе ОМС. Да. То есть тарифы, значит, удовлетворяют, по большому счету. Просто надо правильно работать, правильно организовывать процесс. Да. У вас есть экономическое образование, судя по всему. Нет, три высшего образования. И экономическое в том числе? К нам уже поступили первый вопрос от телезрителей. Напомню, телефон 202-11-22. Звоните. Еще есть время. У нас сегодня тема здравоохранения, проблемы в медицине, какие вы хотите озвучить. Пожалуйста, звоните. Михаил интересуется, насколько будет развиваться личный кабинет, когда он заработает в полную силу. Что такое личный кабинет? Это какая-то услуга? В сервисе, может быть, в интернет-сервисе или что? Ну, наверное, речь идет о том, может быть, где-то предыдущие, это были еще что-то. На форуме было представлено видение дальнейшего развития медицинской помощи в виде так называемых облачных серверных технологий в области IT-технологий. То есть мне, я сам сделал, буквально это заняло пару секунд, просто электронную карточку такую вот пластиковую маленькую, где, в общем-то, записана вся информация по моей амбулаторной карте. У меня амбулаторной карты как таковой в принципе нет. Ну, как пример, вот такая вот карточка может быть, там и мониторинг артериального давления, и мониторинг ЭКГ, там и контроль уровня сахара и так далее. И с определенным уровнем допуска пациент может делегировать обращение вот к этой информации, вот, может быть, это имел в виду тот, кто задает вопрос, Александр, по-моему, да? Вот, что это личный кабинет пациента в виде его так называемой карты больного, и туда попали все данные в электронном виде. И на любом уровне эти данные, согласие пациента, может врач прочитать, причем они не потеряются, как часто бывает там в карточке. То есть эти технологии уже, это уже технологии сегодняшнего дня, даже не завтрашнего, они уже есть. Просто нужно волевое решение, чтобы все это перевести в электронный документ оборот, а у нас до сих пор мы обязаны писать, дублировать все на бумаге. Да, регистратура одно из больных мест поликлиники. Достаточно сделать, как говорится, электронно-цифровую подпись, чтобы врач там ставил или пациент и так далее. И все, документ оборот будет электронный, узаконен. И избавиться от этого излишнего бумажного оборота. Если мы говорим, опять же, о доступности медицинской помощи, то врач-терапевт 15 минут на приеме отдается. Так он две трети времени тратит на то, чтобы написать бумажки на пациента. А пациенту еще надо деться, раздеться. Если это все будет в электронном виде, ну почему бы нет? У вас же есть тоже своя частная практика медицинская? Вы уже внедрили что-то такое новое? Я говорю, что пока я в свое время пытался сделать как бы электронный документ оборот. Но в целую систему это никак не вклеивается. Сейчас случай такой пытался сделать. И когда ко мне пришли там контролеры, проверяющие, сказали, нет, дорогой, пиши-ка карточки амбулаторные. Я посмотрел законодательство, по которому я должен был писать эти карточки. Законодательство от 25 марта 1953 года. И прямо на болотарных картах сделал такую шапочку. Вот форма утверждена, и дату поставил, когда это все утверждено. Вот с тех пор как бы пишем карточки. Двойную работу делать никто не хочет. То есть говорят, пожалуйста, в электронном виде заполняйтесь. Но при этом ты должен еще и бумажную форму ввести. Следующий вопрос от Галины Александровны. В 15-й поликлинике очень трудно попасть к лору. Если даже нет очереди, талоны дают на две недели позже. А по хозрасчету можно сразу попасть. И даже без очереди. Вот опять вот это вот платное-бесплатное столкновение каждый раз. Вот как вообще вот из этой ситуации выйти? Ну вот конкретно можно Галине Александровне что-то посоветовать? Ну это главная боль. Во-первых, в 15-й поликлинике, насколько я знаю, главный врач обладает депутатским статусом. Вот. И можно к ней обратиться как к депутату, почему так происходит. Это один момент. Ну а второй момент, опять же, мы говорим о том, что почему в государственных учреждениях на тех же площадях, на том же оборудовании за то же самое время оказываются платные услуги, а бесплатные не оказываются. Да, мы, может быть, говорим о перегруженности врача. Там, допустим, один врач лор, и он там принимает в указанное время, как говорится, тех пациентов, которые ему положено применять. Там те же, там, не помнят норматив приема лорача. И он больше не хочет работать. За переработок. Хотя он мог бы принять за это же время, там, в два-три раза больше пациентов. При том, что будет помогать средний медперсонал, он еще больше может помогать. В западных странах, в Европе, на одного врача полагается четыре медработника в среднем. Ну, как говорится, по статистике, по структуре. И там большинство работы делает медсестра. Я когда работал районным хирургом, у меня был кабинет и две перевязочных. У меня была очень опытная медсестра Галина Пайгедлинова. Отчество такое. Это было в Марийской Республике. И у меня медсестра делала очень много работ. Она приглашала пациентов в перевязочную, подготавливала мне операционную рану, там, которую надо обработать, там, чистую, там, к примеру, гнойную. Я подходил, только делал все необходимое. Она накладывала повязку, заполняла документооборот. Я в это время принимал уже следующего пациента и так далее. И, в принципе, я как хирург мог принять и 40 человек за смену. Были и такие цифры. То есть, ну, я понимаю, что там, конечно, были и медосмотры больничные, которые тратят там несколько минут, как говорится. Ну, 40 человек – это для районного хирурга. Я думаю, если районные хирурги смотрят, это не предел, можно и больше принять. И принимают ведь. Проблема среднего медицинского звена, она существует сегодня. Проблема среднего медицинского звена стоит даже острее, чем проблема врачебного звена. Медсестер сейчас не хватает. Если врач... Это связано с оплатой, вот на ваш взгляд, да? Вот как все мы говорим, что медсестра мало получает. Из-за этого... Конечно, в первую очередь с оплатой связано, потому что... И плюс еще с тем, что если врач, который проучился 6 лет, который получил там кучу специализаций, там, сертификаты, диплом, сертификаты, там, усовершенствования различные, он, в принципе, из профессии, ну, вряд ли уже уйдет, за редким исключением, там, перейдет там в частную клинику или еще куда-то. Ну, бывает, что, конечно, и уходит, конечно. Но медсестра, для нее рынок более свободный. Она может реально поменять диплом медсестры на работу в любой торговой точке. И вот когда мы говорим о том, что зарплата медсестры меньше, чем работа неквалифицированного работника в торговле, вот это вот как раз вот парадокс. Да. Следующий вопрос от Веры Петровны. Больной гепатитом С, врачи говорят, что нет финансирования по лечению. Правда ли это? Будет ли финансирование? Когда будет? Это сейчас? Или вообще такая государственная программа имеется? Вот имеется ли вот действительно обеспечение больных вот в такой категории льготными, наверное? Гепатит С немножко не моя тема, просто сейчас вот после как раз вот форума одним из первых поручений президент уже подписал о централизованной госзакупке препаратов для лечения гепатита С. Гепатита В и С, по-моему, вот так вот там звучало. То есть уже поручение такое дано о централизованной закупке. Но вообще по итогам форума вот вы для себя лично что определили? Что будет меняться? Хотя бы какая-то надежда есть на изменение вот чего-то, что вот изменится в системе всей здравоохранения? Вы знаете, нужно в первую очередь всегда начинать с себя. И ждать каких-то изменений. Это удел, так сказать, ну не тех людей. Я всегда стремлюсь к тому, чтобы что-то делать самостоятельно. Поэтому вот непосредственно после участия в форум, вот я еще раз повторюсь, у нас будет создана и уже есть первые наметившиеся действия нашей рабочей группы, вот для улучшения качества оказания медицинской помощи. На самом деле материала очень много. Вот был проведен круглый стол, там участвовали и замминистра здравоохранения, и несколько главных врачей, и наметили проблемы. Другое дело, что те проблемы, которые есть, очень часто, поскольку главные врачи и первые лица там, и в министерстве, они, так сказать, зависимы от исполнительной власти, они как-то или не разговаривают, не говорят, не освещают проблемы. И вот, например, нашумевший такой случай с застрелившимся адмиралом из-за того, что не было наркотических препаратов, вот главные врачи, вот даже заместитель министра приводил такой пример, что вот почему проблема возникла, якобы из-за того, что вот ввезен был новый закон, и частные аптеки, у нас осталось 4 государственных аптеки, и только остальные все частные были, как бы отдали все частникам на откуп, и частные аптеки перестали закупать наркотические препараты, потому что требования по содержанию, так сказать, наркотиков, они стали не соответствовать. Так проблема не в том, что частные или государственные, проблема в том, что определенное ведомство выпустило закон, реально нежизненный, нежизнеспособный, тот же самый заместитель министра здравоохранения сказал о том, что ни в аптечных учреждениях, ни в больницах кражи наркотических препаратов за всю историю не было. И зачем тратиться, будь то частникам, будь то государственным аптекам, на бронерные двери, на сейфы и так далее. А сейчас мало того, им требуют заменить еще эти сейфы, чтобы эти сейфы открывались по отпечатку пальца, сканировался отпечаток пальца. Что произойдет? Главная медсестра, которая имеет такой отпечаток пальца, заболела, в ДТП попала, еще что-то такое. Все, больница осталась без наркотиков, еще один адмирал умер, застрелился. Вот непонимание, в сути проблем, надо менять вот этот вот закон, чтобы не людей подстраивать под действие закона, а менять закон для того, чтобы он был на благо людей. И вот как главные врачи, вот они дали им такой закон, они побежали исполнять. А вместо того, чтобы обратиться, к примеру, в антимонопольную службу, там, ФАС, да, прокуратуру, и посмотреть закон на коррупционность, к примеру, да, есть технологии какие-то, то есть есть юридические нормы, есть рычаги какие-то. Но они ведь этого делать не хотят, не будут и не смогут, потому что если они только будут говорить о чем-то, они могут потерять рабочее место. А вот когда речь идет о такой общественной структуре, как Народный фронт или вот частные, к примеру, организации, да, с одной стороны, как бы закрылись. А вот почему закрылись, перестали хранить наркотики? А вот только по этой причине. Вот вам, пожалуйста, смерть, это ни одного человека, творственно-душумевший случай. А сколько у нас онкобольных не получают наркотики только из-за того, что максимально усложнили выдачу. То есть, как часто у нас бывает, принимая закон, и вместе с законом из люльки выплескивают младенцы. И сейчас вот эта ситуация как-то меняется все-таки? Вот или нет? Прислушались? Я сейчас вот хочу провести хотя бы вот эту инициативу, вот, может быть, первое заседание нашей рабочей группы будет как раз направлено на то, чтобы вот это вот, новые изменения в этом законодательстве, чтобы вот сейф с отпечатками, чтобы его отменить. Ну, хотя бы, да, это. Хотя бы вот с этого начать. То есть, уже вот на круглом столе одна проблема обозначилась, и надо это решать через общественный контроль. Следующий вопрос о скорой помощи. Поднимался ли он на форуме? Будет ли в Самаре скорая помощь нормальной? Я сам работаю на скорой помощи, не имею права даже включать маячки и спецсигналом пользоваться, потому что это запрещено, так как машина санитарная, а не скорая помощь, хотя на ней написано также скорая помощь. Разница между санитарной машиной и скорой помощью, вот, и можно ли действительно маячки включать, спецсигнал, что-нибудь стоит. Но опять же, вот мы говорим, приняли законодательство, да, об ограничении там, вот, синие ведерки, все эти, то есть спецмашины, спецпропуска. Закон-то медицины не касается, а коснулся медицины. В том-то и дело. Какие-то исключения надо прописать, наверное, да? А то получается, у нас... У нас некоторые депутаты на скорой помощи садились. Человек умирает в машине, она стоит в пробке. Хотя встречная полоса свободна. Ну вот из-за того, что депутаты садились в скорую помощь и пользовались даже... Не из-за того, что депутаты, просто никто не продумал, что это будет касаться реально жизни людей. Из этого закона надо исключить там машина скорой помощи, милиция, там спецмашины и так далее, вот и все. Да, ну в общем-то каких-то таких несоответствий, вот исходя из вашего разговора, очень много в медицине. И вот такое впечатление складывается, не совсем даже позитивно, что никогда... Наверное, только медицине, а в жизни много несоответствий. Ну особенно, ну медицина, это жизнь и медицина, это вот напрямую они связаны, поэтому это самое главное здоровье, как говорится. Поэтому вот хочется, конечно, я даже не знаю, что должно случиться, чтобы это как-то вот решение этих проблем вот началось. Просто вот сейчас вот на самом деле Народный фронт поднял достаточно сильную волну, это будет серьезная народная именно трибуна, которую, ну, потому что под покровительством главы государства, ну, никто зажать, я думаю, не сможет. Ни какими силовыми, ни другими какими методами. Ну, будем надеяться на это. Следующий вопрос от Василия Владимировича. У моей племянницы перинатальный диатез. Сломала шейку бедра после больницы. Начался перитонит. Нужна операция по замене суставов. Врачи отказываются из-за маленького, из-за низкого гемоглобина. Но лекарства нужные они не дают, чтобы гемоглобин повысить. Нужно спасать человека, а они, как врачи, никак не реагируют. Мы не знаем даже, что делать. Все говорят друг другу противоположные вещи. Ну, здесь очень сложный частный случай. Тут проблемы гематологов, травматологов и других специалистов. Надо проблемы каким-то образом решать комплексно. И с какого конца взяться за эту проблему, конечно. А госпитализация, возможно? У человека есть столько проблем куда-то. Вообще, госпитализация в больницу, это вот в каких случаях? Иногда вот как-то даже не понимаешь, повезут тебя в больницу, не повезут. Вот с этим у нас еще одна проблема, что мы не знаем своих прав в области медицины. За что бесплатно? За что платно? Ну, вот с этим случаем сложно разобраться, поэтому ответ на этот вопрос мы, наверное, опустим. А вот что касается госпитализации, тут хочу сказать одну вещь. В общем-то, у нас почему-то, не почему-то, а понятно почему, сформировался стереотип, что в стационаре лечит лучше. И на самом деле так. Почему? Потому что врач на облаторном приеме принимает пациента 15 минут, тут у него толпа за дверью стоит, вот, пациент пришел, врач сделал ему назначение, конторы выполнения назначения нет, пациент ушел там, дай бог придет через месяц, скажет доктор, помогло, не помогло, а то и через два, то вообще не приходит. Если таблетки не помогли, то он и не придет. Зачем приходить, если доктор мне не помог? В стационаре у врача немножко времени больше, на то, чтобы подумать, посмотреть, эффект назначения оценить. И вот здесь вот как раз и кроется проблема в том, что стационарная помощь, как дорогой вид помощи, у нас замещаются в те проблемы, которые можно решить именно на облаторном этапе, у нас зачастую решаются в стационаре. Это неправильная постановка вопроса, и нужно именно развивать вот медицинскую помощь именно на первом этапе. И чтобы был доступен врач пациенту, чтобы пациент мог прийти сегодня, завтра, послезавтра, проконтролировать ход лечения, чтобы он находится в домашних условиях, на домашнем питании и так далее. И большинство, в общем-то, проблем не требует госпитализации. Уколчики можно дома сделать, да, систему даже дома можно сделать. На Западе и в фильмах, наверное, многие видели, что у нас, что люди за границей берут систему, и ходят снизу. Так вот, вообще они мобильные даже системы. У нас системой надо лежать в стационаре. Тоже неправильная постановка вопроса. Да, в общем, менять предстоит много. И вот у нас остается буквально минутка. Я хочу, чтобы вы сказали, главный итог этого форума ОНФ по вопросам здравоохранения, он какой, на ваш взгляд? Что произошло или не произошло? Главный итог, что глава государства обратил внимание на проблему здравоохранения, и мне кажется, дело будет взвинуть с мертвой точки. Ну, на этой позитивной ноте мы закончим с вами беседу, хотя столько проблем было обозначено. И вам желаю успеха в их решении. Спасибо. И силы, и желания. И не останавливаться на достигнутом. Спасибо и вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова